Привет дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами уникальным рецептом пасхального кулича. Он просто произвел фурор на нашем праздничном столе и в прошлом и в позапрошлом году. Этот рецепт я достала у супруги моего брата, она крайне не хотела ним делиться и вот наконец-то этот рецепт у меня. Сразу же хочу его показать и вам, потому что это действительно очень вкусно, кулич просто невероятный. Он внутри очень желтый, аромат просто сумасшедший стоит и он очень вкусный и через день и через два. Он внутри, посмотрите какой он шикарный просто внутри. Мега пористый, очень нежный, слегка влажноватый и в нем очень много сухофруктов. Сухофрукты изначально нужно замочить в роме или коньяке. У меня здесь вишня вяленая, как вялить я уже показывала, я оставлю ссылочку. Также у меня здесь дыня, ананасы и изюм, конечно же. Их я на ночь замочила в коньяке. Утром уже приступаю к замесу теста. В теплое молоко, молоко где-то около 30 градусов температура, добавляю сахар и дрожжи. Затем эту массу нужно хорошенечко размешать до полного растворения сахара и дрожжей. И оставить в покое минуточек на 10, для того, чтобы дрожжи полностью активировались и начала подниматься такая шапка наверх. Как вы заметили, для куличей я всегда использую только вот такие вот прессованные дрожжи. Вот такая шапочка у вас должна подняться. Тем временем, пока поднимаются мои дрожжи, смешиваем другие продукты. Сюда сразу отправляем сахар, ванильный сахар. К сахару отправляем желтки и размягченное сливочное масло. Оно должно быть не горячим. Я в микроволновке его просто подогрела. Также сюда пойдет цедра апельсина. Кто не хотел замачивать фрукты в коньяке или роме, можете замочить в апельсиновом соке. А цедру использовать уже сюда для самого куличика для теста. Цедра придает просто очень вкусный аромат такой и цвета добавляет. Сразу же у нас потом пойдут сюда и дрожжи. Вот такая вот у них шапочка высокая поднялась. Добавляем их к общей массе. Они бурлят так, как будто мы газировку налили, а не дрожжевую смесь. И ставлю в кухонной машине перемешиваться. Можно воспользоваться обычным миксером с насадкой для теста. Ставлю перемешиваться и частями добавляю сюда муку. 350 грамм мне нужно. Пускай полностью перемешиваться на небольшой скорости. В самую последнюю очередь добавляю сюда растительное масло. И тесто должно у нас вымешиваться минимум минут 15. Лучше 20. Так оно станет еще более эластичным. Затем тесто накрываем пленкой и полотенечком. И отправляем в теплое место подходить на 2 часа. Посмотрите, какое мягкое и эластичное тесто у нас получается. Руками такое не замесить. Потому что оно мягковатое будет. Спустя ночь вот так вот выглядят мои сухофрукты. Они практически полностью впитали всю жидкость. Лишние остатки я слила. Просто на ситечко откинула. И присыпаю фрукты мукой. 50 грамм муки дополнительно нам еще нужно. Пересыпаем вот так вот фрукты. Посмотрите, они как будто морозные получаются. Такие очень красивые. Будто фрукты в сахарной пудре. Это уже сейчас очень красиво. Тесто спустя 2 часа выглядит вот так вот. Оно увеличилось более чем в 2 раза. Оно очень воздушное. За счет того, что оно не тугое. Посмотрите, какие там поры. Как пористый шоколад. Просто это очень красиво. Запах стоит уже даже на данный момент. Даже без выпечки просто стоит невероятно вкусный запах. Добавляю сюда сухофрукты и остатки муки, которые к ним не прилипли. И немножечко, еще буквально пару минуточек ставлю в кухонной машине, чтобы вмешались сухофрукты. Это можно сделать и ложкой. Абсолютно не принципиально уже. Вот такое вот тесто у нас получается. Затем тесто нужно будет распределить по формам. Формы у меня разные и бумажные, и металлические. В металлические обязательно нужно и на дно, и по бокам вырезать пергамент. У меня вот так вот это по кругу пергамент. Раскладываю тесто на одну треть формы, потому что тесто будет подниматься. Обязательно накрываем сверху пленочкой, отправляем подходить в теплое место, тоже около 30 градусов, где-то на час-полтора. Тесто у вас увеличится практически втрое, в два с половиной раза так точно. И затем его отправляем в духовку на 180 градусов от 30 до 50 минут. Пока пекутся куличики, приготовлю глазурь. Сюда буду использовать сейчас самую простую, самую привычную нам глазурь. В крупный белок добавляю щепотку соли и начинаю сразу вводить сахарную пудру. Перемешиваю миксером и ввожу постепенно всю оставшуюся сахарную пудру. Взбиваю до красивых таких белых пиков. И смотрю, чтобы моя глазурь потом не стекала. Такой глазурью куличики можно покрывать даже еще горячие или теплые. Если вы будете использовать какую-либо желатиновую, либо шоколадную, конечно, горячие куличи покрывать нельзя. Но у меня куличики вот достались, они тепленькие еще. Можно проверить готовность куличика и на сухую шпажку. И уже расставляем, как вам хочется какие-либо украшения. У меня в этот раз это будут цветочки из глазури тоже, домашние маршмеллоу. Если хотите, я потом обязательно выложу рецепт маршмеллоу, если вам будет нужно. Также здесь у меня сушеный кусочек грушки, также высушенный апельсин. Цветочки у меня все приготовлены тоже из сахарной глазури. Опять же, если нужно, я обязательно расскажу, как это сделается. Здесь у меня боковушка просто присыпана измельченной шоколадкой. И как же без обычной красивой и яркой посыпки. Без нее просто никуда кулич не годится. Вот такая вот красота получается. Внутри очень желтый, очень ароматный и очень вкусный куличик. Такие куличики и несколько дней остаются прям как свежие, очень вкусные. Внутри он получается немножечко влажноватый. Невероятный аромат алкогольный, который полностью обволакивает куличик, получается очень вкусно. Вы не переживайте, весь алкоголь при нагревании испаряется, остается только аромат от него. Это очень действительно вкусно. Обязательно попробуйте, жду ваших реакций внизу в комментариях. И я уверена, что вот в этом году вы должны попробовать именно этот кулич, потому что он очень вкусный и я прям за него горой. С вами, как всегда, был Кекс. Обязательно пробуйте, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok